это было не для протокола так это мы ну как бы, чтобы понять в той аллее вот кусок проходной бывший который вторая там живет контролер все-таки, я уверена в этом в общем там такая шняга, все заросло но забор стоит короче, это отдельная история видимо, есть с чем устремиться да, кстати, да вот, это мы идем ко второй аллее, короче, они параллельны практически жалко вон в день не продлились вот в комплексе, где пекарня была вообще его очень жалко это по-моему в десятый в десятый чьи одиннадцатый, чьи двенадцатый не помню, нифига а, двенадцатый, да, сейчас покажу это надпись, которую я помню то есть надпись номера дома, которую я помню с детства то есть никто ее никуда не делал ее периодически обновляли ну, может быть, для кого-то покажется бредовой этой, как сказать штукой для восторга, скажем так но она мне слова даже покончались но это одна из мелочей которая с детства сидит в памяти и никуда не делась вот сейчас Сережа идет, он не слышал, о чем я говорю ну, я думаю, он сейчас подхватит эту тему когда мы туда подойдем дебильный детский сад может, конечно, кому-то он это может, здесь одна-то после конца, наверное, вот такие из твоих труда, ладненький, прям ладненький слушай, я не знаю, ну, так-то липовые, как бы, эти, как сказать, листья я не знаю, Сережа, какой-нибудь граб боже мой ну, понятно, почему там забор здесь никто не ходит хотя это променадное место номер один вот это тот забор и вот там этот вот самолетик ага, вот так вот видно то есть, вот это то есть, понимаешь, какие были елки если мы вот эту мозаику сдалека видели вот я же про это и говорю елки были мелкие так ну, что он тут слушай, я помню, что Бадя с Мадочкой тогда модно было в форме выпуск Бадя Мадочкой гуляли тут Бадя в кремовой рубашке и гарстук все это, как положено в черных столах в предвардке можешь, Сережа, к этому топелю подойти чтобы я его размер показала да, тут будет понятно, да? нет, ты прямо к нему подойди, пожалуйста то есть, это тополь это Сережа то есть, понятно, да? деревяха такая растет пять стволов обалдеть да, высота до неба то есть, это вот все растет из одного дерева ну, это обалдеть возможно, он был мелкий когда мы были мелкими может быть, бы даже с ним играли залезали на него я понятия не имею на самом деле я говорю, может, мы когда мелкие даже туда лазили и просто не помним ну, потому что он тоже мелкий был так там характерная торчит пятиэтажка сейчас я попробую ее это пятиэтажки, которые строили во всех гарнизонах страны скажем так у нас на севере были такие почему я приблизила вот здесь вот окно сейчас я потеряла свой палец блин, короче вот это вот окно панелька панельная, да там посередине такой столб то есть, рама такая, значит две створки налево-направо открываются посередине ствол наверху вытянутая деревянная форточка одна ну, как бы на улицу а вторая внутрь комнаты и вот туда можно было, например, зимой ну, то, что на севере вот у нас было такие же мы в такой же жили, пятиэтажки, не в одной можно было, например, на улицу форочку не открывать а открыть из дома изнутри вот первую эту дверцу и туда что-нибудь сложить так еще холодильник был в этой, в основной этой фигне и вот в основной фигне, да ее тоже открываешь, что она тоже холодильник в общем ну, тут такие персонажи стоят да ну там можно, кстати, будет пройти, если что еще нет, на воде сторонам пройти много сторонам, само собой я тебя на почту хочу отвезти запомнил раз где почту а, вот эти вот штуки подвальные это в детстве тоже там все друг друга пугали потому что там жили бабайки туда к двери подойдешь пальцем потрогаешь завизжишь и убегаешь да, вот это такое развлечение было сами себя пугали, короче ну вот а, все-таки это 10-й дом Сереж, я про циферку говорила когда-то там на луке да, 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 древняя циферка вот эта вот вот и я про это сколько себя помним да, циферка никуда не делась даже вот это вот основание да, это циферку никто никуда не делал водосточка вот у них новая даже карнизы новые не понятно слушай, это стяжки, посмотри а, это стяжки что не развалился, иди сюда вижу они по периметру обнимают видишь, что вы натягивают сейчас я с ума сойти, а видишь там болтает вижу, а я еще думаю карнизу потом думаю карниз кирпичный выше господи, там люди живут да, по периметру вся эта штука идет страшная тема на самом деле да, да, да я вот сама себя и поправила тоже ну давай мимо пройдем туда все равно да, блин ну они тут и были в моем детстве мороженое же сюда бегали покупали не, здесь а здесь тетка у вас молоко поднимала ой, блин, да в 6-7 утра пойдем мы не пройдем туда мы не пойдем здесь был магазин назывался он греческий зал да, потому что все в нем было поэтому, как вот говорил товарищ райкин в греческом зале есть все вот здесь тоже был магазин греческий зал но это в народе же его так называли не в отрагу да нет, так-то оно ничегошное если бы еще знать, что у него внутри все это нет да, это вот площадка на почту тебя отвезти? ну давай мне главное самой бы еще вспомнить, что она там куда мне кажется я иду правильно раз, два, три четыре подъезда однако вот здесь номер один с правой нумерации да вот это вот заход в магазин был товарищ разгружали да здесь машинки разгружались ну вот это его помещения пустые он даже деревянный этот сам лючок едой какой-то вкусно пахнет вкусница колбасками точно с баварами колбасками с баварами колбасами дельфиню называется это будет это опять я забыл, какой зовут короче она цвести собирается вообще которая белая и глупая бывает выбыл из головы кто-нибудь знает или я потом узнаю и сама вспомню и вот вот она тоже мелкая там колосится скорочная под ногами скорочная под ногами это надо срочно понюхать блин а вот он дом 12 я все время путала и в детстве тоже куда-то туда а я ходила и бабушка меня ходила там же концентавар был магазин на почте помнишь? не выпустил в мое время там тебе повезло потому что асхалил получается бабушка ну к меня а вот кстати эта пятиэтажка которую я издалека снимала тут правда окна народ поменял но некоторые я скрынулась тут еще не факт что эта почта осталась поэтому я могу ее тупо не найти вон форточки открыты сейчас я приблизю а ну вон там видно прям чтобы было понятно вот это вот форточки у людей как хочешь так дыши на севере это было были оправданные форточки скажем так а вот здесь какая-то штука меня тоже пугала вот эта она была а это котельная наверное вон кого не помнишь? а он новострой да нет конечно вот туда да нет вот где машина стоит давай подойдем и обратно вернемся потому что мне кажется мы правильно идем я на почту ненавидела ходить но мы за чем тут ходили тщательно ужас здесь были огороды здесь были огороды бараки-то ты застал я два только барака застала а огороды да входите бараки-то не жили вот она пойдем ура вот-вот-вот вот с начальными почтами я и не застала посмотрим а наверху вот эта вот гостиница была и вот когда я туда ломанулась где греческий вот там был проход сюда понимаешь мы теперь как идем а теперь его там нет ну может и есть какой-нибудь где-нибудь ну не понятно скажем точно-точно но это тоже это просто пупочка была пупочка ну вот видишь я говорю а то я не застала пупочку я типа что вы здесь высели прямо вот детский сад этот опять торчит да тут вообще все вымерло е-мое заброски ну так вот все и происходит у нас в стране кондиционер зато стоит прям пройдем вон-вон есть дорога а надо было мимо садика идти детского это гостиница вот была и даже сняли след остался вот там написано что-то было парикмахерская это вот от почты осталось а лицо садика оказывается вот где либо помнят всякую ерунду я пока выключаюсь смысла нет